Вы ничего не знаете, вы ничего не знаете про американские, ну, Native Americans, you don't, you don't study that, you don't know anything, у вас есть numbers, вы знаете, как все происходило? Если вы не знаете, могу рассказать, но если вы, как бы, если вы не знаете, зачем вы приходите с утверждением то, что вы не знаете, вы же говорите чьи-то слова. Проводилось устремление мексиканского... Нет, ну, то есть вы считаете, что приехали, приехали англичане, там, французы, да, и они стали стрелять в этих индейцев, просто как вот в воробушек стреляют? Ну, видите, вы не знаете. Они не стреляли по воробушкам, они с ними объединялись. Но когда они приехали, они привезли с собой разные diseases. Это как коронавирус, там, ТИФ, там, дизентерия, все такое. Те дизизы, которые уже в нашем организме мы уже переработали, индейцы этих дизизизов не знали. И когда они заболевали вместе, заболевали, для индейцев это была смертельная болезнь. Они эту болезнь никогда не знали. А англичане выздоравливали. Она просто взяла и смела кучу населения. Те люди, которые никогда этих болезней не знали, вот, грубо говоря, если вы никогда не болели гриппом, вы от гриппа умерли. Вот если вот ваша бабушка не болела гриппа, ваша прабабушка, если бы у вас не было антибактерий, для вас это была смертельная болезнь. Как вот, например, не знаю, там, ну, там, ТИФ, да, от ТИФ умирают, от ОСК умирают. То есть если та болезнь, когда ваши предки не переболели, то для вас она смертельная. У вас должно быть, как бы, ну, какой-то иммунитет к этой болезни. Так вот, европейцы привезли европейские болезни на этот континент. Большая часть Native Americans умерла... Вы почему параллельно со мной разговариваете? Большая часть индейцев умерла даже не воюя, а того, что они просто вошли в контакт и заболели этой болезнью. Незнакомая болезнь, незнакомый вирус, вот такая вещь. Это ужасно, но это имело место быть. Это первое. Второе. Они объединялись. Вы знаете про огромное количество сотрудничества, когда индейцы брали что-то у европейцев, а европейцы брали что-то у индейцев. Они общались. Это как кланы. Они, когда европейцы приехали в Америку, они не знали, ну, куда идти, что делать, как обрабатывать землю. Все это им дали индейцы. И в обмен индейцы получили что-то там, не знаю, сахар, что-то они хотели. Ну, я как бы этого я тоже досконально не скажу, потому что я досконально не узнечала, чем они обмены. Но это был торговый обмен, торговый обмен. И последнее, ну, как бы перескакивает самый конец. Вы знаете, как живут сейчас, как Native Americans? У них по-прежнему свои эти, есть как бы места, где они живут в горах. Там туда не приходят американцы. У них школы, на которых они изучают свой язык. Они свой язык не забыли. Они по-прежнему борются своим богам. Они не какие-то там ни католики, ни христиане, там, ни кто там. Они вот, ну, как шаманы или что-то такое. И они живут, у них джипы, у них прекрасные дома. Я делала ролики. Вы просто охренеете, увидев для них все. Для медицины бесплатные, университеты бесплатные, все что угодно. То есть они сохранили свою идентичность, если они хотят, да? Они живут в этих своих домах, да? У них свой бог, который как бы, ну, мы можем изучать, но они себя не подпускают, потому что они сохраняют свои кланы очень тесно. И в то же самое время они живут, как американцы. Они говорят на английском, они знают все про президента, все. Нельзя сравнить их с бурятами, с алкоголиками. Я не могу зайти в Бурятию и показать, как живут буряты. Это стыдно. Понимаете? Буряты действительно завоеваны. Они не интегрированы в Россию. Это не часть Москвы. Буряты по-прежнему имеют эти недра, да? Но они все эти недра отдают и пропивают. И сейчас за 200 тысяч рублей убивают украинцев. Буряты едут в Украину убивать за 200 тысяч. Потому что 200 тысяч ему в Бурятии не капает. А на самом деле они богаче Москвы. Так что ничего не рассказывать. Я могу сейчас в прямом эфире показать, как живут Native Americans. Они сейчас живут лучше в Бурят. Поэтому если вы эти кого-то завоевали, дайте им жить, как москвичи живут. Вот это будет разговор по-серьезному. Я знаю, как живут нынешние индейцы, особенно в Канаде. Я знаю, как они живут. Но мы говорим про историю и про... Я еще сказала, их не стреляли, с ними сотрудничали. С ними сотрудничали. Да, были какие-то стычки, но, разумеется, стычки были. Я не говорю, что они приехали и сужи поздоровались. Но в то же самое время они интегрирулись друг к другу. Но когда они интегрировались и пересекались, они перебросили друг к другу болезни. Американцев еще не было. Не было Америка. Когда приехали англичане и французы, не было американцев. Не было. Это американцы, они потом основали страну, Америку, и стали американцами. Но они не были американцы, они были англичанами. И французами. Так что, подожди. Вы хотите пожалеть Native Americans? Вы серьезно? Или вы хотите пожалеть бурят? Скажите, кого вы жалеете? Потому что, глядя, как живут буряты, жалко бурят. Не жалко Native Americans. Я еще раз говорю. Подумайте, кто живет сейчас хорошо и кто живет плохо. Крымские татары не ходят в школу, где все предметы преподаются на татарском языке. У них нет таких школ. Им нельзя даже отмечать день скорби. Там, не знаю, типа, 10 мая каждого года. У них же день депортации есть. Им нельзя отмечать день скорби. Это геноцид прямо сейчас происходит. И вы сейчас живете в Крыму, значит, ну, вы лично как бы участвуете в этом подсознательно или неосознанно, или осознанно в продолжании, унизительном отношении к хозяевам этой земли. Они хозяева. И они не могут молиться своим богам. Они мусульмане. Они не могут это делать открыто. У них нету крымских школ, где это было все на крымском языке. Это геноцид прямо сейчас. Я еще раз говорю. Native Americans ходят в школы, где у них все предметы на их языке. Все предметы. Это главный их язык. Это первый язык, которых они, когда они рождают детей, это первый их язык. В школе потом, как вы ходите английский изучать, они выучат тоже английский в школе. Крымские татары обязаны говорить по-русски. Крымские, как бы, знаете, может выучишь, может быть нет. Это вообще не важно. Они должны забыть свои корни. Это задача номер один каждого вашего президента. Ленина, Сталина, Ельцина, кого там еще, Путина. Все они заставляют крымские татары забыть, что они крымские татары. Я уверена, что 90% даже не знают, что они крымские татары. Если они живые. А если они не живы, то перед смертью они тоже этого не знали. Они думали, что они умирают русскими. Вот те, которые воевали за советскую власть, наверное, они думали, что они русские. Вот я уверена, что были крымские татары, которые пошли воевать за советскую власть, и они не знали, что они татары. Потому что уже в 20-х годах убили их родителей. Почему, Жора, вы не говорите про геноцид своего собственного народа? Вы в Америку даже не доплюнете, не доплывете, не долетите. Вы никогда Америку не увидите. Зачем вам эта Америка? Вы не планируете там жить. Посмотрите на свое собственное. Вы живете в Крыму, и сейчас происходит геноцид. Они пишут мне письма. Крымского татарина хотят послать на СВО. Он пришел за получением аттестата после окончания школы. Ему дали сразу же повестку. Крымского татарина.